27 июня 2018 года Какие новости! Какие новости! Это уже пошла большая мировая игра. И это результат вскрытого тестамента, который вскрывали в марте 2018 года. И именно поэтому новым советником Путина по интернету стал экс-глава Департамента цензуры Мининформации Китая. То есть глава Департамента цензуры Мининформации Китая стал новым советником Путина. Что это значит? Ну вот вы подумайте, что это значит. Если бы вы знали немножко вопрос, вы бы поняли, что это значит, что Китай сегодня руководит нашей страной. Не Британия, потому что королева Великобритании умерла. И там творится черт знает что. Знаете, что случилось в доме Обломских? И именно это, вот этот хаос, творится сегодня в Королевском дворце. И Великобритания складывает полномочия. К ногам кого бы вы думали? К ногам Китая, конечно. Поднебесная. Это, кстати, имя Поднебесная не так давно возникло у Китая. Совершенно недавно. В связи с подготовкой к будущим событиям. А то есть к событиям, которые мы сегодня наблюдаем. О роли Китая было сказано в Тестаменте. О роли Китая. Именно поэтому глава Фейсбука женился на китаянке. И их состояние совместное составляет, в их-то годы, 30-летние, их состояние составляет 7,3 миллиарда долларов. Вот такие богатые. А женился он на китаянке, потому что это клановый брак. Это будущее. И, соответственно, за Китаем наше будущее. Если кто еще не знает этого. Я так и не стала вам рассказывать про Тестаменты, о том, что там написано, и о том, что грядет. Но вот видите, приходится все равно открывать некоторые завесы, некоторые тайны по ходу надвигающихся событий. Вы не верите, да? Вы не верите, что Китай будет управлять нами сегодня, а не Соединенные Штаты. Да, Соединенные Штаты слагают свои полномочия. Все это будет происходить постепенно. Но не совсем уже будет все гладко происходить. Однако будет происходить именно так. Белый дракон влетел в нашу красную страну. И наше красное знамя скоро получит белого грифона-дракона на своем пылающем полотнище. Это новость от 18 июня 2018 года. Президент России Владимир Путин после снятия с должности советника по интернету Германа Клименко назначил нового человека на этот пост. Им стал 52-летний Ляо Чонг, получивший российское гражданство только в прошлом году. То есть его готовили. Поэтому он и получил российское гражданство в прошлом году. А кто такой Герман Клименко? Герман Клименко владелец... Чтобы вы понимали, его офис находится на Кутузовском проспекте, где я когда-то жила. Там находится прямо почти напротив моего дома. У меня дом 27, а у него офис у Германа Клименко дом 22. Кутузовский проспект. Как следует, из китайских СМИ Чонг окончил высшее училище офицеров контрразведки в Ханчжоу в 1990 году. Поступил на службу в Министерство информации. В 2002 году он был назначен главой департамента по надзору за средствами массовой информации, который западные и китайские оппозиционные СМИ называют главным цензурирующим государственным органом в КНР. В 2004 году Чонг был переведен на должность заместителя главы департамента по надзору за интернетом и спустя несколько месяцев стал начальником этого отдела. На своем посту он принципиально отказывался давать интервью или комментарий онлайн-изданием, заявив однажды «Лучшая газета та, которая на бумаге. Век потока вашего цифрового бреда не бесконечен. Бумага вечно». Ну что же мог еще ответить он же разведчик. Он разведчик до корней волос своих. Поэтому именно разведчик сегодня будет управлять Путиным. В 2010 году в возрасте 45 лет, по истечению положенных 5 лет невыезда, чиновник впервые посетил Россию и спустя год основал в Хабаровске частную компанию, специализирующуюся на IT-безопасности. Фирма проводит аудит для банков и крупных компаний. В 2016 году ее офис переместился в Санкт-Петербург. А на следующий год президент России Владимир Путин подписал указ о принятии Ляо Чонга в российское гражданство в ускоренном порядке, но, конечно же, за особые заслуги. Итак, я хочу, чтобы вы понимали, что по тестаменту, который был открыт в марте 2018 года, Николай II, Георг V передавал власть другому государству. То есть от Великобритании власть ушла в Китай, в Поднебесную. Теперь Поднебесная будет править миром. Как бы кто ни хотел и не сопротивлялся, но если вы знаете, что уже заранее об этом было известно, и поэтому американские воротилы довольно-таки дружественно относились к Китаю, и многие были в очень близких и дружественных отношениях с лидером Китайской Народной Республики. И поэтому, конечно, кто может править сегодня или входить в правительство, которое будет управлять Россией? Конечно, только разведчики. У них наибольшая информация. Они владеют и держат в руках наибольшую информацию, поэтому именно они будут управлять Россией. Именно поэтому сегодня немножко-немножко начинают якобы вроде прижимать наших олигархов. Сейчас китайцы еще не во власти в России, они только начали входить. Это первые шаги, которые сделаны, и, поверьте, очень быстро они подомнут под себя всех олигархов. Они выдают их до бесконечности. И самый умный олигарх – это Абрамович, кто еще? Усманов, которые просто уже живут на Западе, которые в Россию практически не приезжают. А если и приезжают, то за информацией пошушукаться на форумах у Грефа, узнать больше информации и понять, чтобы держать нос по ветру, куда и кому кланяться. Так вот, кланяться нужно сегодня Китаю и Индии. Индия тоже входит в Россию. Индия тоже будет подниматься. Не сразу, но Индия будет тоже у руля в России. А пока мы будем кланяться только Китаю. Это единственная страна, которая сегодня будет руководить всеми. И она будет третейским арбитром, который будет решать все проблемы межгосударственные во всех странах мира. Вот что такое Китай. Китайцы вообще трудолюбивые, работящие, но очень жесткие в работе. Я в Организации Объединенных Наций работала под началом Ольги Вонг. И я знаю, как нужно работать. Она научила меня работать. Конечно, я была молода, у меня были советские амбиции, но она научила меня работать. Она показала мне, что такое работа и как нужно работать по-настоящему. И с тех пор мне уже никакая работа не страшна. Я благодарна ей за ее уроки, которые она мне давала. Я не знаю, жива ли она или нет. Думаю, скорее всего, ее уже давно нет в живых. И тогда, когда я работала 23-летней в Организации Объединенных Наций, начинала работать. Ольге Вонг было 62 года. Итак, я поздравляю вас всех с открытием тестамента, который уже вошел в действие. И он говорит о том, что китайцы сегодня будут держать власть в своих руках, как когда-то королева Елизавета. Поэтому королева Елизавета вовремя умерла в 2014 году. Я думаю, что скоро ей, очень скоро ей организуют официальные похороны. А похороны официальные не могли организовать до 2018 года. Поэтому 4 года это все держалось в тайне. Потому что нужно было открыть тестамент. Если бы объявили о том, что королева Елизавета умерла раньше, то есть на 4 года раньше открытия тестамента, то начался бы большой хаос в мировой власти. И каждый бы пытался захватить свое, и каждый бы плясал под свою гармошку, выкидывая очередные коленца. А нет. Видите, я думаю, что здесь не без ведома Китая. Королеву Елизавету сделали живой. Наделали кучу клонов ей. Они все разные. Бабушки. Бабушки в платочках все разные. Ей наделали кучу клонов. Ну и, естественно, дотянули до открытия тестамента. А теперь можно и похоронить королеву Елизавету. Ну что же я вам хочу сказать. Да, скоро мы будем ожидать официальных похорон королевы Елизаветы. Елизаветы. Срок? Ну попробуйте угадать вы срок сами. Как-то давайте думать больше. Ведь это же интересно, знаете, угадывать наперед чьи-то шаги. Хотя, конечно, не столько это интересно. Лучше жить своей жизнью и не думать о других. Я вам просто рассказываю, что теперь будет с миром. Мир круто меняется. Очень круто меняется. Если вы думаете, что Израиль будет подминать под себя все больше и больше. Нет, вы ошибаетесь. Израилю дадут сейчас откупной, отступной. Ему отдадут кое-что. Израилю. Но править, теперь управлять всем, будет поднебесно. Белый дракон. Белый дракон скоро заиграет на всех знаменах. А вы думаете, почему на знамени Англии был белый дракон? Да все тоже потому что. А вот почему до конца? Это вообще, я хочу сказать, моя тайна. Я вам потом как-нибудь об этом расскажу. Или, конечно, мне это выгоднее, как вы понимаете, рассказывать на своих конференциях, которые имеют оплату. А без оплаты мне нет смысла рассказывать, потому что вы даже не можете помочь. Каждый из вас говорит, что, к сожалению, помочь не могу. Ну вот, к сожалению, я, ну, наверное, все-таки такие вопросы буду обсуждать на своих конференциях. Итак, до встречи. Я Таня Карацуба, Сеидбурхан. Субтитры создавал DimaTorzok